Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая, Анастасия Дресвяникова. Квартирные мошенники, ДТП с пострадавшими, наезд на пешеходы и пьяные водители – все это и не только. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Гололедица и высокая скорость привели к ДТП. На трассе Енисей в Хакасии опрокинулся микроавтобус. Авария произошла 25 января в 5 утра. За рулем «Тойота Хайс» находился житель Тувы 1983 года рождения. Двигаясь из Красноярска в направлении Абакана, мужчина не справился с управлением. Микроавтобус съехал с трассы влево на обочину. Где перевернулся? В салоне иномарки находились водитель и 6 пассажиров, пятеро из которых дети. В результате ДТП травмы получили пассажир 1982 года рождения и 12-летний школьник. Остальные несовершеннолетние категории раненых не отнесены. Водитель пояснил полицейским, что подъезжая к повороту, он сбросил скорость, но автомобиль ушел в неуправляемый занос над скользкой дороги. Иномарка, дважды перевернувшись, встала на колеса. Все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Именно это и уберегло их от серьезных травм, сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии. Злостный нарушитель сбил человека. 26 января в дежурную часть ГИБДД Кызыла поступило сообщение о наезде на пешехода. Сотрудниками полиции установлено, что водитель, управляя ВАЗом в ближнем Кахеме, сбил пешехода. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате происшествия в больницу госпитализирован пешеход, 40-летний житель Кызыла. При проверке водителя по информационным базам госавтоинспекции установлено, что 26-летний водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения. Так, в 2019 году к административной ответственности за нарушение ПДД молодой человек привлекался аж 10 раз. В наступившем году в отношении водителя уже вынесено два постановления об административном правонарушении. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит следственная часть следственного управления. Украл мобильный телефон у бабушки. 1 января в полицию Кызыла заявлением обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что в этот день в подъезде своего дома неизвестный выхватил из рук сотовый телефон и убежал. Минувшие сутки в результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили подозреваемого в совершении данного грабежа. Им оказался 20-летний житель Кызыла, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. При проведении допроса молодой человек дал признательное показание. Сотрудники полиции изъяли у него похищенный телефон и вернули потерпевший. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы до 4 лет. И также новое представительство по адресу в городе Кызыле, улица Калинина, 25. Телефоны для справок 8 394 22 5 29 85 и 8 923 261 70 70. Принял нагрудь? За руль не садись. Каждый водитель знает эти азбучные истины. Нельзя садиться пьяным за руль, нельзя превышать скорость, не уверен, не обгоняй. Тем не менее, подавляющее большинство водителей продолжают верить в удачу. Так, за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 23 из них Кызыле. Среди нетрезвых водителей одна женщина. Этого водителя за странное поведение за рулем сотрудники ГИБДД остановили в районе левобережных дач. При проверке оказалось, что под рукой у мужчины нет никаких документов. Более того, от него исходил запах алкоголя. Из-за отсутствия документов полицейским пришлось устанавливать личность водителя посредством дактилоскопии. Теперь мужчина надолго откажется от своей машины, и ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Наряду с любителями пьяной езды очень много и тех, кто не имея водительского удостоверения, садятся за руль. С 20 по 26 января сотрудниками ДПС задержано 86 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея на это право. Так и водитель этого ВАЗа подрабатывал таксистом, не имея водительского удостоверения. И не факт, что он впервые выехал работать таксистом. Водителя этой машины остановили для проверки документов, которых, к слову, у него не оказалось. Мужчина сотрудникам сказал, что едет до дома, и за руль он сел впервые. Но, как показывает практика, не имение прав на управление машиной многих не останавливает. Так и этот мужчина сел за руль, не имея на это право. Теперь нарушителям закона предстоит выплатить штраф. С начала этого года в Кызыле участились случаи сдачи в аренду квартир так называемыми черными риэлторами. С 1 января на территории республики уже зарегистрировано свыше 10 фактов мошеннических действий. По словам пострадавших, мошенники действуют по одному и тому же сценарию. Находят фотографии издаваемых в городе квартир и размещают в социальных сетях уже от своего имени. Зачастую мошенники снимают квартиру на сутки, а затем публикуют объявление о ее долгосрочной аренде. Граждане связываются по телефону с якобы хозяином квартиры и банковским переводом оплачивают аренду. Но как только деньги поступают на счет мошенников, они тут же прекращают общение. А по указанному адресу, увы, арендаторов ждет разочарование. В минувшие дни 24-летняя гражданка договорилась по объявлению в одной из социальных сетей с незнакомой женщиной об аренде комнаты. Затем, при встрече не оставив письменного договора об аренде, она передала 6 тысяч за временное проживание в данной комнате. Как выяснилось позже, арендодатель обманул ее и перестал отвечать на звонки. Аналогичный случай произошел 23 января. Таким же образом была обманута 35-летняя козелчанка при попытке снять в аренду комнату в том же доме. Некая гражданка под предлогом сдачи в аренду комнаты украла ее денежное средство в сумме 8 тысяч рублей. По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела. Угнали автомобиль с теплой стоянки. 25 января в дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что утром того же дня она обнаружила пропажу своей автомашины, оставленной на теплой автостоянке. Известно, что владельцы оставляют ключи работникам стоянок, чтобы в случае необходимости они могли переставить транспорт. Этим и воспользовался злоумышленник. В ходе проверки сообщений установлено, что угонщик, забрав машину, совершил на ней ДТП, скрылся. Машина была помещена на спецстоянку в Кызыле. Установлено, что транспортным средством заявительницы управлял 30-летний работник автостоянки. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летней козылчанки, которая торговала алкоголем из своего дома. Результаты исследования показали, что у женщины изъятая спиртосодержащая жидкость является этиловым спиртом. Стоит отметить, что данная гражданка ранее судима за неоднократное совершение незаконной розничной продажи спирта. Также в июне 2019 года она судом была признана виновной в совершении аналогичного административного правонарушения. Помним, что не заоднократное... На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты, адреса электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова